Некоторые бабушки умирают, так и не получив махар. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Вот нашли вы человека и начинается подготовка ко дню свадьбы. И каждый хочет, чтобы свадьба твоя была лучшим днем в его жизни. Знаете, что сказал пророк, салаллаху алейхи вассалям? Он сказал, когда вы тратите меньше на свою свадьбу, это принесет вам больше благодати Божьей, больше барраката. А мы что делаем? Причисто, аллах. Мы по меньшей мере тысяч двадцать фунтов тратим на свадьбу. Ну, ребят, так или нет? Десять, двадцать, тридцать тысяч. Некоторые торгуются, обсуждают свадебный дар, махар. Поставим пятьдесят тысяч фунтов. Да, буду выглядеть крутым. Пойду потом, к своим друзьям. Скажу, за дочь свадебный дар взяли пятьдесят тысяч. А вы сколько? Что? Пятьдесят не хотят давать, сестра. Прямо говорю вам. Если хотите, пусть лучше будет пять тысяч. Но еще один ноль не добавляйте, чтобы круче казаться. Хотите дать пять, дайте пять. Есть бабушки в Бангладеше? При смерти уже. А по сей день махар не получили, пятьдесят лет назад обещанный. Серьезно говорю? Некоторые бабушки умирают, так и не получив махар. Иногда люди, субханаллах, хотят большой холл, вместить туда человек триста, причем всех вместе единомоментно. Что? А стулья на никахах видели? В недешевых заведениях вам зарядят триста фунтов за стул. И с вас там? Сдерут за все остальное. За сцену, за декорации, еще за что. Вы заплатите баснословные деньги. Ни за что. И как бывает на большинстве свадеб, когда все садятся есть, курица уже холодная и жесткая. Да или нет, скажите? Да? А кебаб выглядит как труба, которую ты дома чинишь. Труба резиновая. Холодный. Потому что приглашали на полвторого, а начали полчетвертого. Ну, так же бывает. И люди самодовольные такие, мол, приготовили семь разных блюд, пустили 20 тысяч фунтов на ветер. И так прям этому рады. Я вам подскажу, как лучше сделать. Вот идея куда лучше. Как провести всю свадьбу за две тысячи фунтов. Всю свадьбу. Так же на триста человек. Готовы? Во-первых, проводите в мечети. Всю свадьбу кушайте на полу. Расстелите скатерть. И пускай люди сидят на полу, когда едят. Скромнее будьте. Не жалуйтесь. На полу сядьте. Сестры могут сесть, например, в каком-нибудь пристрое, который рядом с мечетью. Если это дороговато, то можно сделать вот так. Проводите дома. Вы скажете, о боже, дом это я как проведу? Ну, я подскажу. На три дня разбейте. Суббота, воскресенье, понедельник. В субботу позовите. 50 человек в обед. 50 вечером. В воскресенье 50-50. И в понедельник 50 и 50-300. Простая арифметика. 300 человек за три дня. Ну и все. И во дворе дома просто поставьте шатер. Если у вас свой дом. Там вместится еще 50. И готовьте одно блюдо. Думайте. Господи, боже мой. Как же это так-то? Если кто-нибудь жаловаться будет в этот день. Скажите. Вы покушать, что ли, пришли? Больше еду негде взять? Одного блюда мало? Люди в день Никяха хотят пир закатить. Огромный. Потом, когда уже свадьбу справляют. Огромное угощение. И так гордятся этим, типа, да, могем. Вбухали 20-30 тысяч фунтов. Вы с ума сошли? Во времена пророка Никях читали в мечети. А после Никяха угощали только финиками. Только финики. И все. 10 фунтов, брат. Брат, слушаешь? 20 фунтов максимум. Большую-большую коробку фиников купи и хватит. После обряда бракосочетания, как говорил пророк, если можете себе позволить, зарежьте овцу. Одной хватит. А те, кто не могли себе этого позволить, просто давали всем знать о Никяхе. Брали с собой бубны, шли по улице и били в бубны. И кричали при этом, такой-то, такой-то, женился на такой-то, такой-то. В Никяхе важно, чтобы люди об этом узнали. А мы еде такое значение придаем, что забываем о главном. Я вам скажу, куда эти деньги потратить. Приберегите эти 20 тысяч фунтов. Спросите, на что же нам их потратить? Вот вам прекрасная идея. Вы, сестры, вы, братья, к окончанию учебы в университете потратили 27 тысяч фунтов. А в хадж сегодня съездить? 5 тысяч на человека. А получить депозит на дом? 20-30 тысяч фунтов надо. Где возьмете? Так вот эти 20-30 тысяч, которые на свадьбу прожигаете, убедите родителей, чтобы они их приберегли, а потом преподнесли как подарок. Мы, родители тех-то-техто, приберегли специально для них 20 тысяч фунтов. И решили провести простую свадьбу у себя дома, в шатре на заднем дворе. И мы решили подарить им 20 тысяч фунтов на их будущий дом. На первый взнос. Некоторые думают, не, мой папа никогда так не сделает. Потому что папа хочет, чтоб я и два моих брата, а еще дома двое моих сестер. Папа хочет, чтоб мы вместе жили в трехкомнатном доме. Бывает так, да или нет? Да или нет, скажите. Те, кто так делают, посчитайте. Вот есть парень, который только что женился. У него есть брат, и кроме него еще один брат. Потом у него будет, допустим, трое детей. Им придется в одной спальне ютиться. Вы с женой уже вниз переехали, ладно. А у его брата большой аппетит. У него будет пятеро детей. Пять плюс три, восемь. Он только еще жить начинает. А ты хочешь немного здесь расшириться, здесь расшириться, чтоб все в итоге жили вместе. Вот мне спросить хочется, ты с ума сошел или что? Однажды им нужно будет уехать. Так почему бы уже сейчас не дать им возможность уехать, сэкономив на шикарной свадьбе? Реально, вот не понимаю их. Думаешь, у тебя с головой что-то не в порядке. Где ты их разместишь? У тебя дома же не хватает места. Нет, нет, мол, в Бангладеше у нас так принято жить. Мы всегда так вместе жили в Бангладеше. Но у тебя в трехкомнатном доме не хватает же места для всех. Дай им жить отдельно. Когда Али ибн Абуталиб женился на дочке пророка Фатыме, он дал им отдельный дом. Сначала Али жил в доме пророка вместе с его дочерью. А потом пророк дал им отдельный дом, чтобы они были независимы. И вы так сделаете. Пусть живут независимо. Чем более они будут независимы, тем лучше будет. Ну то есть, все вот эти свадебные излишества, люди с ума сходят. Тратят деньги свои просто ни на что. Деньги на ветер. Прошу, введите новый тренд. Заведите карту и копите на нее деньги на свадьбу. И накопленные деньги дадите молодым, чтобы они первый взнос за дом внесли. Это почетно. Поднимите руки, кому понравилось. Хорошо. А поднимите руки, у кого это получилось. Нет силы и мощи, кроме как у Аллаха. Ко мне после Никаха подошел парень один, говорит, шейх, я хочу простую свадьбу. Но мои родители хотят шикарную. Хотят пир закатить. Хотят вбухать столько денег. Говорю, брат, успокойся. Успокойся. Отпусти это. Что мне делать, говорит? Мне друзья говорят, стой на своем. Я говорю, слушай. Не друзья твои. Девушку эту потеряют, если что. Нравится она тебе? Хочешь жениться на ней? И родители твои сильно зависят от обычаев? Тогда знаешь что? Голову склони. Пускай проводят. Ты пытался их вразумить. Сделал, что мог. А примут они это или нет, от тебя уже не зависит. Понимаете, ребят, не давите слишком на людей, которые зависят от обычаев. Они вам всю свадьбу испортят. Из-за какой-нибудь глупости. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Говорят, лишь бы мусульманин. Успокоился на этом и выбираешь уже по красоте. Не просто мусульманин. Посланник Аллаха сказал дин. Дин – это религия. Имеется в виду соблюдающий мусульманин. Вот, например. С кем бы вы хотели быть? С человеком, который прекрасно выглядит. Но, когда вы с ним находитесь, он смотрит на вас свысока. Относится к тебе, как к мусору. Вообще тебя не уважает. Или вы хотели бы быть с кем-то, кто может быть не так красив, но в то же время заботится о тебе, ценит тебя, уважает. С первым или вторым? Когда я вырасту, буду жить долго и счастливо. Не будешь! Эх, следующую минуту меня вывели и спрашивают. Готов? Что? Они по сути что спрашивают? Ты готов провести остаток всей твоей жизни с этим человеком, основываясь на десяти минутах, что ты смотрел на нее? И ты такой, что? Десять минут я смотрел на внешность, это же жизненно важное решение. Таким людям надо сказать, когда дом покупал, ты что, подошел к фасаду такой, ооо, смотри какой хороший дом. Замечательный просто. А здесь у нас что? Ооо, сточная труба. Ну все, я готов отдать 300 тысяч фунтов за этот дом. Внешне очень-очень хороший. Ты что, так делаешь? Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok